В 1991 году в нашей стране произошел государственный переворот, когда не русскую, но социальную власть, социальный строй сменила абсолютно русофобская и антисоциальная система. Эта система называется капитализм. Капитализм по своей сути является ересью жидовствующих. Новый ересь жидовствующих. Ересь жидовствующих первое. Это официальный термин, который существует в нашей истории, в нашем духовном предании, когда пытались сменить христианство, христианскую суть русского народа на иудейскую. Точно так же происходит и сейчас. Задумайтесь над тем, что происходит, когда у нас в основу всего положено богатство и торгашество, торгашество и ростовщичество. В результате что? Банки превратились в храмы. Жрецы – это банкиры. Богатство – добродетель. Богатые – это святые. Бедные – это грешники. Это абсолютная оборотническая религия. В результате правят меньшинства, которые захватили власть и считают всех остальными скотами. Как они правят? Они правят с помощью установления кумиров. Они правят с помощью распространения жадности, обжорства, лени. Ересь жидовствующих, как таковая. Тот, кто ее принял, является еретиками. И не важно, кто они являются по крови. По своему духу они являются паразитами. И не случайно, что стержнем этой системы, это несложно заметить, является сектор Кабадников. Кабадников, которые небезызвестный глава Института Израиля и Ближнего Востока Сатановский назвал еврейские ваххабиты. Это меньшинства, которые духовно управляют нашей страной. Они окружены другими меньшинствами. Меньшинствами сексуальных извращенцев. Именно эта группировка составляет основу власти сегодняшней. И поэтому совершенно не не случайно, что в тюрьму брошены те, кто стоит за сохранение национального государства, за сохранение сильной России. Это Клочков, это Беронов, это Барабаш, это Юрий Мухин, это вот эти мальчишки-национал-большевики. Все они являются противниками этих ничтожных меньшинств, которые хотят разрушить наше государство. Слава России! Слава России! Бог всегда сильнее дьявола. И те, кто с Богом всегда победители. Вот этими победителями являются Владимир Васильевич Клочков, те, кто были до него русские люди, те, кто за Русь стояли всегда бескомпромиссно. И те, кто будут после Владимира Васильевича, те, кто будут последовательно проводить те действия, которые Богом заповедовали русскому народу. И когда мы говорим о русском народе, мы не впадаем в прелесть, мы называем вещи своими именами. Ведь каждый из нас в любое время может быть забран Господом. Кто-то планировал сто лет жить, кто-то думал, что вот-вот умрет. Но что решает Господь? Он решает, когда человеку уйти в мир иной. Помимо вот этих значимых величин в нашем народе, есть еще люди, которых обычно называют простыми. И вот как к ним относится то, о чем сейчас говорили, все это непотребие, именуемое судебной системой, правоохранительной, мы видим на практике. Но это непотребие не собирается реагировать на все наши замечания, на все наши доводы. Сделал один русский человек замечание одному сведорусскому, но по факту он не Русь и эговист. И вот за то, что ему было замечание сделано шестикласснику, чтобы он не распускал руки, не вытаскивал телефоны у младших, не применял к ним физическую силу. Отец вот этого младшеклассника сделал замечание этому эговисту. И вот этот отец осужден был и должен был заплатить при всем том, что этот сам потерпевший лжепотерпевшим был и эговист. И нашли двух лжесвидетелей. И оперработник, когда я возмущаюсь этим делом, как бывший прокурор, говорю, что же вы творите беззаконие? А она говорит, так вы тоже найдите лжесвидетелей. И вот этим всем пронизана вся эта система. На самом деле это система беззакония. И они говорят, что вы никто. Открыто так говорят. Кто вы, вы сами понимаете, что это мы никто. На самом деле все очень просто. Дело в том, что есть Бог, те, кто Богу служит, и те, кто дьяволу служит. И то же самое касается всех людей в правоохранительной системе. Есть те, кто с Богом. И те, кто работает на низовых местах. Если есть те люди, которые открыто, в малом числе, показывают тем беззаконникам, что мы есть, и никуда мы не исчезнем. Даже если один русский останется, он будет сильнее за этой мразной нечести. Да никогда она нас к этому не приучит. Враги, они не боятся глумиться над нами. Они в суде, в частности, ведут себя по-хамски. Судьи, вот мы видели, по всем процессам. По Боголюбову Николаеву, по Квачкову Владимиру Васильевичу. Как они высокомерно себя ведут к тем интересам, кого должны защищать. Интересам народа. Но поскольку суд-то у нас сейчас ненародный, это официально. В лучшем случае он президентский, да? Он им зарплату платит. Ну и суди, конечно, разные. Но в целом фон такой, что они народ не считают за людей. Как и сказано в Талмуде, что это горе. А когда в Конституции они читают про людей, они себя считают людьми. А нас они считают скотами. Вот это вот надо знать. Но тем не менее, мы вот всем тем, которые считают нас скотами, тем, кто гнобит полковника Владимира Васильевича Квачкова, Екишева, всем вот этим вот негодяям, они же объединили еще антимонархической темой, антибожественной. Мы им объявляем анафему. Она звучит очень просто. Три слова. Но вот этого они боятся. Казалось бы, это не пулеметы, не пули. Так вот, этим богоборцам, цареборцам, которые уничтожают русских патриотов, анафема, 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 анафема. А тем, кто противостоит этой сатанинской системе, таким, как Владимир Васильевич Квачков, как Екишев, Многое, доброе, благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Спаси Христе Боже на многое лето, на многое лето.